Мир вам и милость Аллаха. Я приветствую вас в новой серии в программе под названием «На весах». Думаю, что большинство из нас слышали такое высказывание «Нет политика в религии, и в религии нет политики». Откровенно говоря, это ложное утверждение, и оно не имеет никакой основы в религии. Если ты хорошенько послушаешь это высказывание, ты поймёшь, что цель этого высказывания – не только разъединить религию от государства, но настоящая его цель – это полностью отстранить религию от жизни людей. Потому что религия – это полноценная система, которая обхватывает все стороны человеческой жизни, включая политические, общественные, экономические и другие организационные аспекты. То, что делает религия – это проясняет поведение и объясняет, что причитается тебе, и что обязан ты. И сегодня мы обсудим тему религии и политики. И имеет ли нынешняя политика точки соприкосновения с религией? Или у ислама индивидуальная политика, не имеющая отношения к политике, которую мы знаем? И каково определение политики в исламе? И сходится ли современная политика с исламом частично или полностью? Всё это мы узнаем в нашей сегодняшней серии «Будьте с нами». Вначале мы должны знать, что исламский шариат не оставил ни большого, ни маленького аспекта жизни людей, кроме как позаботился о нём. Будь то в политике, или в войнах, или экономике, или в отношениях. И далее, что касается нужд людей. И заявление, что религия не имеет отношения к мирскому, и что политика только для людей и стран, и что религия должна заканчиваться в мечетях, и что религия не вмешивается в мирские дела и политические сферы, кратко выражаясь, религия не имеет отношения к политике, и политика не имеет отношения к религии. Ассав правителю, что для правителя, и ассав Аллаху, то, что для Аллаха. Всё это вероотступнические утверждения, цель которых является отдалить исламскую систему, правящую над людьми, от мирских и государственных дел. И эти высказывания, связанные с некоторыми подозрениями, на которые нужно ответить. Но перед тем, как ответить, мы должны отделить так называемую демократию, которая полностью и целостно противоречит исламу, и между шариатской политикой, которая является очень важной темой среди тем, исламской юриспруденции, то есть фиха. Ладно, каково различие между демократией, как политической системой, и между правовой политикой ислама? Демократия – это система, противоречащая исламу частично и полностью, потому что она даёт законодательную власть народу. И основываясь на этом, законодательная власть принадлежит кому-то, кроме Аллаха. И порядок здесь – это не согласие определённого количества специалистов, а в народном большинстве. И после этого, слово «большинство» становится обязательными законами для людей, даже если они противоречат естеству, религии и разуму. И вследствие этого, ты обнаружишь законы, дозволяющие аборты и браки между мужчинами и между женщинами, и дозволение расставчичества, и отмена шариатских постановлений, и разрешение прелюбодеяния, и отмена наказаний и употребления алкоголя, и многое другое из мерзостей, которые происходят от демократии. И это уже не говоря, что она основана на взаимных интересах. Я уже не говорю об отсутствии какой-либо морали. И демократия также является одной из форм современного ширка, то есть политеизма в подчинении, повиновении и законодательстве. Поскольку она отменяет постановление шариата, и отменяет суверенитет всемогущего Всевышнего Создателя, и его право в абсолютном законодательстве, и отдаёт это право созданием. Всевышний Аллах сказал, решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонились никому, кроме Него. Неужели они ищут суда времён невежества, чьи решения могут быть лучшими решениями Аллаха для людей убеждённых? И правовая политика отличается от всего этого. Потому что правовая политика существует в первую очередь для достижения интересов и предотвращения убытков. И это соответствует текстам шариата. Кроме того, что шариат должен полностью править над судьёй и подсудимым. Ладно, по некоторым вопросам нет текстов. В них соблюдается абсолютная выгода. Таким образом, чтобы не противоречить принципам шариата. Политика шариата основана на нескольких принципах, первый из которых – власть принадлежит шариату. И это требует применения и использования шариата как убеждение в систему, государство, законодательство, мысли и цивилизации, оно во всех сферах жизни. Потому что эта религия – полноценная система, в которой нет изъенов. Аллах сказал, мы ничего не упустили в Писании. И во-вторых, власть должна принадлежать умме, и правитель – его доверенное лицо. И власть нации, то есть умме, подпадает под власть шариата, проистекающего из него. И это значит, что у нации есть право выбрать своего правителя через совет шура, основываясь на высказывании Всевышнего Аллаха. И они совещаются между собой о делах. И это осуществляется людьми решений и контракта. То есть специалистами, которые принимают решения. Ладно. Что это за люди, принимающие решения? Это было резюмировано в Десух Аль-Малике, в его свите, и он сказал, что касается присяги людям решения, это те, в которых собраны три качества. Во-первых, они должны обладать лидерскими качествами. Во-вторых, справедливостью. И в-третьих, мнением. И под людьми, принимающими решения, имеются в виду ученые, люди хорошего мнения и представители людей, в которых есть эти качества. И в-третьих, также известная как ответственность правителя. Потому что правитель ответственен за свою паслу перед Аллахом и перед людьми. И также перед людьми решений и контракта, или перед судом. И в том случае, если он совершит нарушение, которое далеко от его полномочий, и он не имеет права использовать свою власть в исламе, кроме как для пользы и выгоды своей нации, то есть уммы. Также, люди решения и контракты должны уволить или отстранить его, если он нарушит условия правления. Или его справедливость подставят под сомнение из-за распутства, или из-за потери разума, или по другим причинам отстранения. В-четвертых, шура, то есть совет, является методом управления, что является одной из основ управления шариатской политики. Осуществление справедливости между людьми. Потому что Всевышний Аллах запретил несправедливость. Он запретил его для себя. И сделал его запретным между людей. И повелел быть справедливыми. И справедливость является целью шариата. Только с помощью него общество встанут на прямой путь. Шестое. Наем квалифицированных людей под надзором опекуна. Седьмое. Послушание правителю и его поддержка в благом. То есть в хорошем. И это, следуя словам пророка, мир ему и богословения Аллаха. «Иннаматта'атуфильма'аруф». Воистину, послушание только в благом. И пока он правит повелением Аллаха и правит его законом, и не проявляет явного богохульства, в нем для нас благо от Аллаха. И в этом случае его должны слушаться и подчиняться. И он имеет два права. Право подчинения и право совета и поддержки. В-восьмых. Единство уммы и единоличность имама. Значит, что исламская умма должна быть под правлением одного имама. В-девятых. Гарантия свобод. Только если эти свободы не будут противоречить исламскому шариату. У немусульман есть право в их поклонении. И запрещено принуждать их к религии. Но к ним нужно относиться хорошо и справедливо. И в-последних. Гарантия равенства между людьми. Несмотря на различия в цвете кожи и происхождения и языка. Потому что принцип ислама. Самый лучший среди вас перед Аллахом, самый богобоязненный. И это некоторые основы шариатской политики. В которой шариат является разделителем между судьей и подсудимыми. И у каждого есть свои права и обязательства. Концепция демократии значит разделение между религией и государством. В котором правителем являются законы, которые поставили люди, руководствуясь собственными соображениями. Не обращая внимания на мораль, ценности и религию. Что же касается правовой шариатской политики, то в нем правителем является закон. В котором нет недостатки и несправедливости. Потому что тот, кто не спаслал его, это Всевышний Аллах Святой и Велик. Который знает, что лучше для людей, лучше их самих. Ладно, после этого кто-нибудь придет и скажет. Ислам – это лишь духовный путь поклонения, который ограничивается обрядами поклонения и верой. И это имеется в виду под высказыванием «религия не имеет отношения к политике». И политика не имеет отношения к религии. И что пророк, да богословит его Аллах и приветствует, был священнослужителем. И он не был правителем. И он не имеет отношения к понятию государства. И халифат, после пророка, да богословит его Аллах и приветствует, был мирским халифатом. Который не имеет отношения к религии. И что Совет Шуры мало чем отличается от демократии. И что призыв к халифату – абсурдный призыв против любой цивилизованной конституции. И что в исламе нет текстов, объясняющих, как основать его. И в конце он говорит, сегодня невозможно править с помощью исламской системы. Потому что мир изменился. И появились другие поправки, которые мы должны использовать. И все эти слова повторяют и распространяют агитаторы секуляризма в странах мусульман. Ладно. Во-первых, я хочу, чтобы ты знал, что мы единственная община, то есть умы на земле, которая, если вернется назад, она продвинется. Во-вторых, ислам был неспослан как путь, который обхватывает все стороны человеческой жизни, включая управление, политику и забот людей. И отношение ислама к политике – это подтвержденная связь с Кораном и Сунной. Теоретически и практически. Коран составляет в себе аяты, которые указывают на это. И из них слова Всевышнего Аллаха. И они совещаются между собой о делах. И также слова «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете приопираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику». И вдобавок к этому, ислам превалирует положение справедливости в правлении между людьми. И это прерогатива того, кто управляет делами людей в исламском государстве. И это правитель. И это по словам Всевышнего Аллаха. Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущества его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Так же, как он приказал нам обращаться к нему и к его книге, и к сунью его пророка, да богословит его Аллаха приветствует, и оставлять то, что противоречит им, сказал Всевышний Аллах. «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутаны между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью». Так же он сказал, «Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланные тебе и в неспосланные до тебя, но хотят обращаться на суд к Тахуту, хотя им было приказано не веровать в него?» и сказал, «Воистину, ему принадлежит решение и сотворение. Суди между ними согласно тому, что неспослал Аллах. Не потакай их желанием и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что неспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов». Воистину, многие люди являются нечестивцами. Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убеждённых? Шариат не был неспослан для того, чтобы он ограничивался только в мечетях, но он был неспослан, чтобы он стал путём жизни для всех людей. И это то, что сделал наш пророк, да богословит его Аллах и приветствует, как только он переселился из Вмекки в Медину. Первое, что он приказал сделать, это построить мечеть, которая стала символом основания этой уммы. И это не было обычной мечетью, в которой совершалось поклонение. Но это было штабом мусульман, к которому они собирались для совещания, то есть шуры. И затем он примирил между мухаджирами и ансарами, то есть переселенцами и жителями Медины, и сделал их братьями, чтобы сформировалось общество мусульман, как единое тело, под влиянием одного правителя, которому неспосылается в качестве поддержки откровения от Бога. И в Медине также были иудеи и арабы, которые не зашли в ислам, и он организовал и упорядочил отношения между мусульманами и между остальными, и определил каждому из них права и обязательства, и это известно как примирение. И благодаря этим вещам было основано исламское государство в Медине, под правление пророка, да богославит его Аллаха приветствует, которое было построено на основе религии и его правилах. И он организовал правила введения войны и примирения, и заключил договоры, и отправил послания правителям. И также пророк, да богославит его Аллаха приветствует, вел войны и битвы, он назначил губернаторов и судей. В общем, пророк, дай богословит его Аллах и приветствует, руководил делами зарождающегося государства. Хотя он не был главой государства, но он был посланником, который доносил то, что приходило ему от его Господа, направляя верующих и устанавливая правила исламского государства, которые сотни лет процветало по шариату, особенно в период правления праведных халифов. И тех, кто пришёл после, они были теми, кто открыли страны и распространили справедливость и ислам среди людей. И люди принимали ислам целыми группами. И мир никогда не видел такого государства, как исламское государство, с точки зрения справедливости и равенства, что заставило многих из востоковедов подтвердить, что ислам – это не религия, которая ограничивается обрядами поклонений, но это образ жизни. И из них итальянский востоковед Карло Неллино, который сказал, «Мухаммад, дай богословит его Аллах и приветствует, основал в одно время и религию, и государство, и они полностью совпадали на протяжении всей жизни». И также Томас Арнольд, который сказал, «Пророк, да богословит его Аллах и приветствует, в одно и то же время был религиозным главой и главой государства». И также Тросом, который сказал, «Ислам – это религиозно-политическое явление, и его основатель, пророк, был идеальным правителем». Если хочешь, я могу привести тебе очень много слов востоковедов про систему государства и политическую систему в исламе, но это будет очень долго. А что касается темы того, что Шура, то есть Совет похож на демократию, это ложное утверждение. Потому что есть огромное различие между Шура и между демократией. Это различие как между небом и землей. В основе Шуры – это достичь правильного решения, в котором осуществляется выгода для мусульман. И Шуру проводят обладатели знаний из правого решения, из ученых, праведных и квалифицированных из уммы. А что касается демократии, то она основывается на выборах, в которых участвуют обычные люди, и всех слоев общества. И во многих случаях их голоса покупаются деньгами. И также демократия основана на ложных обещаниях и вдохновительных рычагах, которые не исполняются. И это уже не говоря об отсутствии опыта у большинства из тех, которые выдвигаются в сферы, которыми они хотят управлять. А что касается Шуры, то они выбирают, кроме квалифицированного в этой сфере. Это и есть большое различие между первым и вторым. Вкратце, это был простой обзор разницы между шариатской политикой и демократической политикой. Основанной на лжи лицемири и аморальности. И я прошу Аллаха, чтобы Он вернул нас к нему прекрасным возвращением. И чтобы Он сформировал для нашей уммы мудрый порядок, в котором почитаете благочестивые люди и направляете на прямой путь оступившиеся. И в котором повелеваете благому и запрещаете предосвидительное. Это был конец нашей серии. Пусть Аллах хранит вас. Господь лучший из хранителей. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Это автор канала Презивдаа. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум. Продолжение следует.